Привет всем! С вами снова я, и я очень рада вас всех снова видеть на моем канале. И сегодняшнее видео будет необычным, оно будет ярким, оно будет весенним, оно будет непростым. Я его делаю в тардеме с тремя, я четвертая, с замечательными блогерами Елена 864, Кристалл Альгита и Дейк Спин. И, собственно, я. Сегодня мы с девочками вам расскажем о четырех трендах, трендах весеннего макияжа от компании MAC. Все именами очень любимой косметической компании, косметического бренда MAC. Они вывели четыре тренда, извините. Я вам расскажу о тренде, который называется Нюанс. Девочки вам расскажут о трех оставшихся трендах. И после моего видео обязательно зайдите по ссылочкам на их канал, посмотрите их видео, они безумно интересные, безумно захватывающие. Но если вам интересно узнать о тренде, который называется Нюанс, то оставайтесь со мной. Самым главным визажисты здесь считают пастельные тона. Они советуют отходить от ярких красок, не брать в свой макияж что-то очень вызывающее, очень яркое. И держатся в пастельной гамме, в очень женственной, красивой, очень натуральной пастельной гамме. Центральными оттенками в макияже Нюанс являются лиловый, бирюзовый, персиковый, яблоко. В общем, все нежное, все натуральное, все очень девичье. На самом деле, действительно, после зимы, когда мы устали от тяжелой, долгой, темной зимы, особенно в России зима очень темная, мы хотим что-то светлое, что-то, которое вселяет надежду на светлое будущее. Пастельные тона действительно подходят как и для гардероба девушки, так и для макияжа. На самом деле, я считаю, что для макияжа, для весеннего макияжа девушки, самым лучшим образом, независимо от тренда, и подходит именно по стельной тона. Но одновременно, ризажисты МАС советуют именно в тренде Нюанс делать акцент. И акцент делать достаточно технологичный, делать его достаточно современным. Здесь они советуют добавить чуть-чуть металлического оттенка, металлических каких-то цветов. Легче всего помогут холодные оттенки, холодные цвета. Вы можете его добавить в самые уголочки, внутренние уголочки ваших глаз. Можете добавить его как хайлайтер, такой светлый металлический оттенок. Можете добавить чуть-чуть перламутра по водной линии. В общем, экспериментируйте, пробуйте. Визажисты МАС действительно советуют вместе с пастельными тонами перемешивать металлические оттенки, холодные оттенки. Это достаточно сделать сложно, но возможно. Если вы будете экспериментировать, если вы будете смотреть, что подходит именно вашим глазам, если вы владинка, то этот трюк вам подойдет на 100%. Самый главный товарищ МАК, его зовут Джеймис Малой, это главный визажист МАК, он говорит о тренде Нюанс как о возможности экспериментировать. Здесь главное реально природные оттенки. То есть, например, мы берем любое природное явление, закат либо восход. Ну, допустим, закат. Мы смотрим на закат, мы смотрим, какие оттенки природы, именно оттенки природы мы видим в этом природном явлении. Берем эти оттенки и воплощаем макияж в таких же оттенках. То есть, у нас получается макияж, который вдохновлен закатом. Именно об этом говорит тренд Нюанс. По мне, я бы сказала, что это тренд, такой, например, закат в городе. Есть закат и есть в то же время технологии. То есть, здесь у нас природа встречается с современными технологиями. Пастельные тона, пастельные оттенки встречаются с металлическими оттенками. Тренд Нюанс от МАК это самая лучшая возможность нам показать, нам девушкам показать свою природную мягкую красоту и проявить свою женственность. Ну а теперь я расскажу вам пару слов об этом макияже, который я сделала. Я его сделала в стиле Нюанс. Итак, для того, чтобы получить очень свежий, очень натуральный макияж глаз, что нам надо делать? Сначала нам надо выровнять тон подвижного века, то есть мы добавляем чуть-чуть базы. Если вы не хотите перекружать свое веко, то базу добавлять не надо. В принципе, макияж очень легкий, мы наносим минимум теней, так что база, в принципе, может и не понадобиться. В качестве основного цвета вы можете выбирать любой оттенок из подобной палетки. Любой светлый оттенок из подобной палетки. Они персиковые, они натуральные, цвет розы. Я лично сегодня использовала вот такой вот оттенок. Он очень-очень красивый, минимум пигментированный, но в то же время натуральный персик. Мне нравится, что в нем минимум блесток, но он в то же время дает такое сатиновое свечение глазам. Его я использовала на все подвижное веко. Чтобы отконтурировать глаз, мы наносим в складку всегда, практически всегда, при помощи пушистой кисточки, оттенок тот, который нам нравится. Я решила именно металлический оттенок добавить в складку. Но поскольку серые холодные оттенки мне не очень идут, так что я решила сегодня использовать вот такой вот серо-коричневый, наверное, металлический оттенок. Так, из палетки, которую я купила на китайском сайте Buy in Points, очень дешевая, но очень красивый, тут пигментированный шиммерный оттенок. И при помощи очень маленькой пушистой кисточки, это коричнево-серый металлический оттенок, я буду добавлять складку. То есть буду совсем немножко пантурировать глаз. Именно таким образом мой пастельный оттенок, пастельно-натуральный оттенок, встретится с технологиями и современным металлическим оттенком, именно так, как советует Джеймс Маллой. Как я и сказала, я не могу не подводить свои глаза, так что я чуть-чуть подвела их черными тенями, совсем немножко, при помощи маленькой коротенькой кисточки. Ну и завершить весь мой образ мне помогла тушь. Я не использовала сегодня для этого весеннего натурального макияжа черную тушь, я использовала черно-коричневый тушь, обалденный тушь от Luxembourg. И ключевой момент для макияжа лица, для весеннего макияжа, мне кажется, это хайлайтер. Я буду использовать вот такой вот непростой хайлайтер от MyCouture, это хайлайтер-салфеточки, ими безумно удобно и здорово пользоваться. Мы просто их наносим куда угодно на самом деле, но я сегодня их буду наносить вот сюда, то есть чуть-чуть около ушей и на подбородок. Ниже в описании вы сможете найти тот сайт, на котором можно приобрести эти салфеточки. Действительно, попробуйте, ими пользоваться очень здорово, очень интересно, и они дают безумно красивое свечение. А в качестве средств для губ этой весной используйте все, что вашей душе угодно, все, что подходит под ваше настроение. Сегодня моему настроению подходит вот такой вот оранжевый блеск от Ely Spas. В принципе, мне кажется, оранжевые, персиковые, очень натуральные оттенки здорово подходят под этот макияж. Вот таким получился весенний макияж в стиле нюанс от компании MAC. Очень надеюсь, что вам этот макияж понравился. От себя я бы хотела, наверное, добавить то, что все тренды, которые нам показывают визажисты на кодиумах, их воплотить в реальной жизни достаточно сложно. Например, тренд-нюанс не говорит нам о стрелках, не говорит нам о черных каких-то ресничках, стрелочках, подводках, темных карандашиках. Но для меня, как девушки с темными волосами, с достаточно яркой внешностью, яркой в смысле цветов, макияж не обходится без карандашиков, без ресничек, без стрелок и так далее. Так что я все-таки в пастельные тона добавляю чуть-чуть подводки. Для нас с вами самое главное отталкиваться от трендов, отталкиваться от того, что нам диктует визажисты с подиумов, и привносить это в жизнь. То есть мы будем совмещать то, что подходит именно нам, с тем, что сейчас модно. Нельзя слепо следовать моде. Надо действительно пытаться моду переносить на себя. Мы создаем свой неповторимый образ, носибельный, но в то же время очень-очень модный. Такой, как тренд-ниуанс от Мак. Ну вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать о тренде-ниуанс от косметического бренда Мак. Очень надеюсь, что вам было со мной сегодня интересно. Обязательно, в обязательном порядке мы заходим на сайты девочек. Лена, Надя и Оля расскажут вам о суперинтересных других трендах от Мак. Мне будет очень приятно, если вы поддержите мое видео лайком. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы мы смогли оставаться с вами на связи. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!